Привет, мои дорогие подписчики! Я в таком необычном облачении перед вами, потому что мы приехали в Чиралы на мексиканский семинар с Хангелиной. У нас тут женский круг и в этом выпуске покажем опять Чирали с высоты птичьего полета, покажем отель Кимера Лаунч, что такое женский круг, как готовить какао и как быть настоящей женщиной. Смотрите в этом выпуске. Приветствую вас на канале 5 звезд. И в этом выпуске я расскажу вам про мексиканский семинар с Ангелиной, про самый модный клуб в Антали и про йога-фест в Чиралы. Мы едем с подарком. Это Таня, которая организует этот семинар. Очень понравилось, как она кормила своего четвертого ребенка. Мы ждем еще двух попутчиков и выдвигаемся. У нас третий день семинара. Ангелина это акушерка из Мексики, которая приняла невероятное количество родов. Она учит людей по всему миру. Мексиканским традициям рассказывает, как нужно относиться к семье, к родам и к роду. Я поехала из любопытства и чтобы прикоснуться к мексиканским традициям. На трехдневном семинаре был женский круг. Это необычайное явление. Всем рационально научным людям, не понимающим, что такое женская и мужская энергетика, что такое духовно, все это покажется бредом чистой воды или тратой времени. Это пространство для тонких и верующих натур. Надо быть немного куку, чтобы чувствовать себя в нем комфортно. Наш зал благоухает благовониями, все украшено цветами, все девушки наряжены. Тут готовят фрукты, сами жарят и молят какао и отсылают намерения в пространство. В этом месте женщины могут открыть душу, рассказать о самом больном, что скрывали ото всех, долго обниматься, реветь на взрывы, танцевать, слушать, слышать, говорить без оценок и осуждения. Волшебство внутри и снаружи. На семинаре мы пробуждали свою женскую энергетику, возвращались к корням с проводницей Ангелины, которая чутко хранит мексиканские традиции, рассказанные бабушкой. Бабушка в мексиканской традиции – самая мудрая и главная женщина в семье, она обязательно должна быть на родах. И вот что я вынесла и расскажу вам об этом семинаре. Женщина – это главный источник любви, храм любви. Мужчине всегда нужно чувствовать себя значимым и любимым рядом с ней. Девочку с детства учат быть мудрой и объясняют, что она священа и ее тело – это священный храм. Женщина не должна называть и чувствовать себя богиней. В мексиканской традиции мужчина – это солнце, а женщина – это луна, она должна отражать свет солнца. Так что, женщины, не светите слишком ярко, не затмевайте мужчину. Они очень важные фигуры в нашем обществе. Если они не чувствуют к себе уважения, они становятся наркоманами или спиваются, так сказала Ангелина. В Мексике семья – это священно. Из состояния любви можно простить, преодолеть много. Девочек с детства учат не кричать, их учат пониманию, уважению к старшим. Также учат, если ты чувствуешь себя правой, и другой человек также чувствует за собой правду, то лучше промолчать. Иногда наше эго не позволяет понять эмоциональную составляющую другого человека. На семинаре нас учили не только уважать старших, относиться к себе как к священной, любить мужа, учить детей, а еще учили нас готовить самостоятельно натуральный какао из сырых зерен. Учили делать ритуалы с полотнами рибозы, массаж с рибоза, объятия нуждающемуся человеку, омовение рук с благодарностями, массаж горячими банками, очищение от плохой энергетики огнем и вулканическим камнем, массаж головы, расслабление беременной, пеленание рибоза, массаж от боли в теле и природах, какие травы пить, какие поджигать и так далее. В Мексике всех людей учат соединяться с циклами жизни. Смерть это тоже цикл, он неизбежен и его нужно принимать с уважением. И девочек и мальчиков учат контролировать мысли и чувства. Хорошие мысли вызовут хорошие чувства и действия, а злые мысли аналогично притянут плохое. Очень интересный и познавательный семинар во многом откликнулся и заставил задуматься, но три дня быть чисто женской компанией для меня оказалось тумач. Пошел, в общем, бегать, а тут идти еле получается. Очень крутая какая-то тропа вертикально вверх. Ну, не знаю, куда-нибудь может приведет. Вон как. Фух, ровное дыхание, вообще не устал. Бежим дальше. Что, это похоже на финиш уже, вот за этой сковой пляжик, на котором можно будет освежиться. Но до этого надо забраться вот сюда, по красно-белым точкам. Этим и займемся. Вот и черный пляж. Пойдем купаться. Как ты сегодня сбегал? Живой? Напиши ужинать. Очень тут красивый ресторан. Терраса для завтраков. Тебе там бегает. К тебе идет, подружка. Пришли домой после семинара. Это Кимера Лаунж. Домик вот такой вот на одну семью стоит 300 евро в сутки. Стараемся выезжать мы, кстати, где-то раз в месяц в отель. В этом месяце получилось у нас три уже путешествия. Вау, красота. От отеля до дороги идти одну минуту где-то. Вот мы заходим на пляж. И минут пять до моря. Потому что здесь очень широкий, но очень живописный пляж. Вот опять, кстати, кустик, который сверху комочками смотрится. У Кимера есть свой пляж, но никто не проверяет. Это вообще вот такие зонтики и шезлонги по всему пляжу есть. Но у Кимера они самые синтетичные. Кимера Лаунж наш любимый отель в Чиралы. Потому что мы здесь уже в третий раз. И расскажу вам информацию про этот красивый отель. Я не знаю, сколько он метров. Нету этой информации. Но Дрон показывает, что это большая территория. С ухоженным садом. С большим бассейном. И здесь 47 номеров. Вот в прошлом отеле, где мы были, Хера, он тоже красивый. Он даже стоит чуть подороже, чем Кимера. Но там всего 15 номеров. А тут 47. Тут есть отличный спа с тайскими массажистками. Этот все-таки дороже. И мы идем в ресторан. Здесь ресторан на террасе находится. Очень вкусный и дорогой кухня. О, живая музыка. Я готова танцевать. Я готов. У нас третий очень романтический ужин. Прямо у камня. Так красиво ешь. Ты попадешь в мой влог. Очень-очень красиво. Он же пытается вернуть свой дрон, который полиция у него конфисковала. Беру интервью у турецкого преступника. Что случилось? Какая-то крыса ляжет, стуканула на мой дрон. Лежу я спокойно. Загораю. Уже полетал. Подходит просто взвод полицейских. Взвод? Сколько человек? Трое сразу. Трое на тебя одного? Да. Я, короче, одному дал. Третьему был пол. Не, ну попросили, что же, паспорт попросили. Говорят, вот этот дрон у тебя. Ну, дрон. Ну, все, тебе жопа. Повезли меня в отель. Говорят, сейчас штраф. Штраф. У тебя не зарегистрирован дрон. У тебя нет разрешения. Именно тут я же мне нельзя летать. Этот полет стоил мне дрона. Потому что дрон... Они в итоге сжалились. Тут копы, кстати, нет. Они разводят там на взятку. Ничего. У тебя штрафы гигантские, типа, потому что написано. Но, правда, я не понял, за что. А тебе сказали, что что? Они сами не знали, как будто бы. Они где-то слышали, что штраф есть, да? Да, да. Они что-то мне не решили, что... Не будем выяснять, что-то лень бумажки заполнять. В общем, простили меня. Но дрон отдали на ресепшн. Сказали отдать мне только в конце отпуска. Саша, я отдам, но на тебя бесплатно. Я не пишу. Но... Вы будете дать? Нет, я не буду. Нет, я с вами не буду. Нет, эта проблема будет полезать. Да, потому что всегда они здесь. Это не важно. Они будут позвонить наше. Пожалуйста, скажи, если дрон там, и потом же наши друзья. Если наши не друзья были, вам нужно 15 тысяч рублей. Окей. Поздравляю, вернули дрона без штрафа. Красава. Пошли, опять полетаем. Давай, поехали. Давай, с котятой. С котятой. Мы выиграли, я выиграла билет. Верим, ловите. Мы не снимем. Там нельзя снимать. Купимся тут. Мы нашли лучший клуб в Анталии. И это не просто клуб для танцев. Это электрофьюжн с диджеями и выставочном комплексе, состоящем из нескольких огромных шатров. А внутри них купола поменьше. И все напичкано электроникой. Везде анимированные проекции внутри куполов. Движущиеся рисунки на стенах, полах, светодиодные рамки, светящиеся плоскости, голограммы, объемные инсталляции. С потолка свисают сферы, на которых тоже живые проекции. Также потайные комнаты, зеркальные лабиринты, картины, оживающие при наведении камер и очень-очень много чего другого интересна. Мы получили огромный восторг от просмотра этих чудес технологий. Сделали кучу видео и еще потанцевали под нескольких диджеев. Народ на это мероприятие собирается молодой, интересный и весьма модный. Музыка не в нашем стиле, поэтому до конца мы не доплясали. Вот стоит 600 лир, место находится в парке Land of Legends и на входе вам заплеивают камеры. Но все в итоге все это отрывают. Сегодня я вчера, время где-то 8 утра. Мы едем на юго-фестиваль на третий день. Фестиваль называется «Давай идем». Смотрим, что сегодня там будет. Полтора часа едем на юго-фест. Сейчас мы вчера, капитан вчера вернулся с недельного яхтинга и очень доволен. Чай, доброе утро. Доброе утро. И сегодня у нас уже юго-фестиваль. Мы первые. Йога у нас начинается в 10, а мы приехали аж в 9.30. Как у тебя настроение йоговское? Впервые в Турции фестиваль духовных практик. 100 практик и очень много здесь педагогов. Тут даже не все нарисовано. По-моему, больше, чем участников. Мы идем на парную йогу. Здесь много разных зон. Это шаманская, детская зона. Зона активных ребят. У нас даже бар есть. Зона маркета. Делают хенд-мей штучки, йоговские коврики. Такая осень тут. В Наталье еще не чувствуется. Мне тут наедрятся. Вчера лето. Экологичная деревня, где очень распространены велосипеды. Вот еще мне камыши понравились. Вот камни такие. Камыши метров шесть. Чиралы притягивает людей интересных с тонкой и душевной организацией. Разных педагогов, мастеров, гуру. А сейчас в ноябре мы приехали на фестиваль йоги. Здесь вообще много мастеров. И такая приятная обстановка. Веганская еда. Одежда, ручная работа. И все такое мило, улыбное. Массажи. Хендмейт из дега и подвод. Мы посетили много уже сегодня и пилатусы, и йоги, и парная йога. И ждем теперь танцы. Экстедик Дэнс это называется. Туда люди совершенно без каких-то ограничений, без комплексов. Начинают двигаться. Какой-то плане что-то употребили. Но на самом деле все здесь перезавили на 100% алкоголь. Такие люди не бьют ни на каких веществах на себя. Чиралы славятся своими духовными практиками. И через три недели мы снова оказались здесь, уже на йога-фестивале The Way. Сходили с мужем впервые на парную йогу. Занимались духовными практиками, пилатусом. Слушали поющие чаши, танцевали эмоции. И еще несколько интересных лекций посетили. Все это под теплым осенним небом со звуками шуршания листьев. Полезные и просветленные выходные у нас получились. Спасибо мужу за компанию и Чиралы за крутые знакомства.